что делать если дети внуки близкие не слушается не прислушиваются к твоим советам вот есть такой вопрос но я вижу в ленте задают еще телезрители вот такой вопрос я его увидел и хочу его найти ну может я не знаю найду его сейчас или нет но где-то в третьей части я точных вы найду скажите пожалуйста подростки говорят что вера это их личный выбор до какой степени можно наставлять ребенка в вере ведь он вырастает и это должен быть его выбор ходить в церковь молиться или не молиться задает вопрос алина кадышева вот такой вопрос по поводу где вот эта граница где мы можем его наставлять а где он там выбирает сам именно подросток пожалуйста кто из вас 1 отреагирует в отношении подростков давай таня до сложный вопрос ну потому что у вас есть подростки у нас двое подростков и наша дочь ходит на на служение ходит на молодежные собрания наш сын пока сделал для себя такой выбор что он временно пока не ходит поэтому мы этот вопрос знаем очень хорошо и как вы понимаете где эта граница вот вы продолжаете вы наставлять или он говорит нет я имею свободу выбора мне мне мои дети говорили это вообще в раннем практической возрасте говорили где наша свободная воля где почему вы нам все время говорите что нам делать но вот я начну с того что я во первых я действительно уважаю выбор своих детей начнем с того что я для себя приняла решение что даже если мои дети они для себя выберут какой-то другой жизненный путь они в любом случае останутся моими любимыми детьми и любовь моя она безусловно так как и она покрывает все на самом деле мы обсуждали эту тему дома вот вот ты продолжена я напомню тебе еще этот вопрос к полу я уже говорил что делать если дети внуки близко и не прислушаются к вам давайте разделим этот вопрос на дети внуки и близкие но давайте внуки и близкие не слушать ничего страшного не надо на это вообще внимание обращать они не обязаны на самом деле а вот если дети не слушают нужно нужно задуматься эту тему мы обсуждали этот вопрос в семье и мы озвучили свое решение таскать и обоим детям и сказали им так мы имеем вот вы имеете право выбрать да мы имеем право принимать ваш выбор они принимать и если вы делаете вещи которые дни соответствует нашим ценностям и естественно его не принимаем этот выбор но мы принимаем вас в любом случае то есть то есть чтобы вы не вы как где бы вы не были, в какой ситуации вы всегда можете прийти, потому что вы здесь всегда желанны. То, что вы выбрали, нет. Граница здесь очень тонкая, потому что если человек, подросток, выбирает вести какой-то там, ну, с точки зрения христианина, аморальный образ жизни, там, скажем, курит, скажем, там, слушает какие-то там малоприличные песни и так далее, что с этим делать? Я считаю, что лучше пусть я об этом знаю. То есть, чтобы у него не было жизни двойных стандартов. Дома он вот такой вот там, поймальчик, а вот на улице он тарави-биброси. Пусть лучше он будет самим собой и там, и здесь, но это не значит, что он должен нести свой мир в наш дом, потому что, еще раз говорю, это бейт-ав, здесь первостепенные, это наши, как бы, традиции. Пока он живет с нами, он должен соблюдать наши правила. Но он не может, как бы, вернее, мы не можем вместо него решать, чем ему заниматься. С другой стороны, я убедился в этом уже на протяжении последних, вот, полутора лет, когда у нас вот этот конфликт возник, и потом угас, что если продолжать, что называется, капать по капле, наставлять, разговаривать и проявлять внимание, знать, что у него происходит, подсказывать, иногда, может быть, даже и поругаться, может быть, повысить тон, но мы будем знать точно, что у него есть внутри, в его сердце, при всем, при том, что он злится на то, что мы там какие-то религиозные, про то, что мы ему мешаем жить и ограничим его свободу. Он будет знать, что, когда ему плохо, он пойдет никуда-нибудь, там, не знаю, на куриться, на пицце, он придет домой разговаривать. И это то, что происходит. И совет, может быть, родителям, я сам его придерживаюсь и всем советую. Если, чем бы вы сейчас не занимались, вот, чем бы вы сейчас не занимались, если к вам подошел ваш ребенок, подросток, и говорит, мне надо поговорить, вот бросьте все и сядьте с ним разговаривайте до двух часов ночи, до пяти часов утра, потому что это то, что его сейчас беспокоит в жизни максимально, и для него другой проблем не существует. Все, что вы делаете, вы можете доделать потом. Не выспитесь, ничего страшного. Но если мы потеряем вот этот вот контакт между нами и нашими подростками, мы можем потерять потом всегда детей. Я могу вам дать свой совет, вы, конечно, найдете свое собственное решение, но еще раз говорю, нет родителей профессионалов. И то, что я вам говорю, это из моего опыта всего-навсего, это не истинно в последней инстанции. Я вот насколько, он говорит, я не хочу слышать ничего из Библии. Но я ему говорю, смотри, извини, конечно, но в данном случае мне нечего тебе процитировать, кроме Библии. А там говорится вот так. Я это вижу вот так, как ты считаешь. И мы начинаем с ним каким-то образом это обсуждать. Он может это принимать, но что-то у него оседает. И недавно я к своему удовольствию услышал от него фразу. Он говорит, ты знаешь, я не принимаю то, что ты говоришь. Но когда проходит некоторое время, я понимаю, что ты был прав. Вот это важнее всего. Потому что если я был прав своими человеческими объяснениями, то куда сильнее подействует Слово Божье, потому что оно живое и действие на по сей день. И это нужно постоянно вкладывать потихоньку, по чуть-чуть. Хотела бы добавить, что, во-первых, нужно дать подросткам быть право подростками. У них такой период, когда они бунтуют против всего. И совершенно не значит, что если сегодня, на сегодняшний день ваш сын или дочь, находясь в подростковом возрасте, не принимают ваш образ жизни, они не ходят в церковь, это не значит, что они не придут к Господу. У каждого, каждому человеку у Бога свой путь. Они должны понять, что такое грех. Они должны понять, что такое зло, что добро. Если они родились в христианской семье, у них должна произойти личная встреча, вот это с Богом. И иногда нужно дать возможность ребёнку пройти свой путь, свою дорогу, но при этом оставляя, покрывая его любовью, безусловной любовью, которую Иисус нам дал, покрывая его молитвами. И когда пройдёт свой путь, я уверена, что Господь обязательно настигнет своей любовью. И у Него 100% есть планы наших детей, и они в любом случае под Божьей защитой ограды. Я верю, что они просто по дороге к Нему. Просто очень важно, как мы себя будем вести в этот момент. Две вещи, которые написаны в Библии по этому поводу. Во-первых, притча о блудном сыне. Отец позволил, он знал, что с ним произойдёт. Он позволил, и он стоял и ждал. Другое место Писания говорит о том, что этим заканчивается Ветхий Завет, и с этого фактически начинается Новый Завет, и в книге написано, что Бог, повернёт сердца детей к отцам или отцу, не мы повернём, а Бог повернёт. И вот эта классная фраза, что если с детьми с детства не разговаривать о Боге, придётся потом всю жизнь с Богом разговаривать о них, да, но Бог может эти сердца развернуть. Потому что мы не можем, мы человеческое, своё эмоциональное, но то никуда не можем девать. У них свои эмоции, у нас свои, и они правильно говорят, мы их не понимаем. Потому что мы выросли, мы тоже были подростками, но мы выросли в другой среде, в другое время, с другими ценностями. У них сейчас абсолютно другое время. То, что они сегодня знают, мы об этом даже не мечтали, и так далее. Поэтому нам нужно просто ждать, молиться, разговаривать с Богом о том... Сохранить дружеские, близкие отношения. Да, обязательно, очень близкие отношения. Самое главное, потому что, когда в подростковом возрасте происходят вот такие конфликты, и рубутся отношения между родителями, это может повлиять на всю оставшуюся жизнь в отношениях с родителями. И это тоже нужно иметь в виду, и в любом случае сохранять отношения, и покрывать любовью, молиться. И дети увидят это, увидят вот эту любовь в родителях. По поводу вопроса о детях, внуках и близких. Вкратце, вот мы с Таней согласны абсолютно, что наши близкие вообще не обязаны слушать наши советы. У меня есть такое право, которое я придерживаюсь, если мне не спросили, не давать советов. Ну, я как бы в это верю, потому что, знаете, в притчах тоже об этом говорится, не помню сейчас процитировать точно, но там написано, что не надо как это там, что-то там с унылым сердцем приходить и петь песни, потому что это может быть еще хуже, да? Не помню, как звучит эта притча. Уныло ему сердце петь песни. Да, да, да. То есть, если меня не спросили, зачем я туда суюсь со своим советом? Я не отвечаю за решения, которые принимают мои внуки и близкие. Я отвечаю за решения, которые до определенного возраста принимают мои дети. Черт, говорю, до определенного возраста. Дальше они будут принимать решения на основе моих советов только в одном единственном случае, если они доверяют тому, что я делаю. Потому что можно очень долго рассказывать детям, как нужно жить. Но они будут жить именно так, как живем мы. Потому что мы их пример. Если они мне доверяют, они будут слушать советов. Если не доверяют, ну, можно как бы там даже, так сказать, цыганочку с выходом исполнить. Все равно не будет слушать советов, потому что у него другой пример перед глазами.